Большие актеры вырастают из маленьких детей. Здравствуйте, вы смотрите программу Город С. С вами Марьяна Мирная. В гостях у меня сегодня Денис Евневич и его подопечные, начинающие актеры театральной студии Марья Амельна и Егор Серебряков. Здравствуйте всем. Здравствуйте. Слушайте, ну я вас поздравляю, что вы теперь можете смело себя уже называть юными артистами, юными актерами. Денис, расскажи им вот про этих прекрасных двух ребят, потому что не зря же ты их с собой привел. Ну прежде чем рассказать про этих двух прекрасных ребят, я хочу поблагодарить Марьяну тебя, которой я сижу как никогда ближе, и вообще весь канал ГИС, за то, что вы остаетесь неравнодушными и следите за творчеством нашего союза. Вот, спасибо, что пригласили на передачу, где можно рассказать. Взял я этих ребят, двоих, не знаю, не желая никого обидеть, потому что на самом деле хотелось взять всех. Все достойны того, чтобы быть сегодня здесь, но так получилось, что в силу школьного расписания, кто освободился, я взял. Маша Амелина, дочка Александра Амелина, которого все знают и помнят, и тоже уже на сцене драмтеатра выходила и поступила к нам в студию, что нам было приятно. Она уже практически состоявшаяся творческая личность, но решила продолжать саморазвитие. Нам это очень приятно, что она пришла к нам именно, за что ей большое спасибо, будем работать. Ну и Егор Серебряков, тоже наша юная звездочка. Амелия такая актерская, Серебряков. Актерская и данные очень хорошие. Он нас поразил всех на вступительном прослушивании, когда он читал стихотворение про кошку. Мы просто ухохотались до слез. Это было гомерически смешно. Близко потому, что у него еще видно шрам на подбородке небольшой. Он пришел с заминтованным подбородком и читал про кошку. Мы ухохотались. Вообще безумно приятно было, что на вступительные экзамены, я сегодня, я не единственный педагог, у нас команда целых пять педагогов, и мы уже даже думаем о том, что взять шестого педагога, потому что количество детей растет, и чтобы все действующие артисты практически, чтобы мы точно справлялись со всеми. Вот, но сегодня не смогли по тем или иным причинам прийти другие педагоги, поэтому я буду отдаваться за всех. Вот. Пришло просто, ну, сто процентов по количеству детей. Сколько пришли на отбор детей? Давай отсюда, от печки начнем. Сколько было желающих показаться? Ну, вот смотри, мы набрали 39 или 40 детей. Вот сколько к нам пришло, мы столько и взяли. Мы не забраковали. Да, мы взяли всех, потому что мы были поражены. Мы пришли, когда, значит, на вступительные экзамены, понимая, что у нас, как бы мы назвали себя студией творческого развития, и, конечно, мы будем развивать детей, но идеи у нас грандиозные планы. Мы все-таки хотим делать театр, которым мы сможем делать вещи, которые, ну, для Самары как минимум будут, я думаю, очень новы. Вот, поэтому мы решили, значит, поднять планку, и мы не будем сюсюкаться, мы будем набирать, значит, детей, с которыми мы будем понимать, что с этими детьми можно работать и творить вещи, на которые мы хотим замахнуться. Слушай, ну 40 детей, это целая труппа актерская получается. Я тебя уверяю, мы просто были по-хорошему шокированы. Первый ребенок пришел, хорошая девочка, второй ребенок хороший, это мальчик там, да. И мы по мере, да ладно, ну такого не бывает. Я был на приемных комиссиях и в детских студиях, но не бывает такого количества, что все дети по уровню своего дарования, развития, ну, как минимум выше среднего. Вот, то есть ни одного ребенка практически не было с минимальными какими-то речевыми дефектами, которые очень легко устраняются. И все готовые, с невероятным творческим потенциалом, и что еще удивительно нас поразило, обычно в театральной студии идут, как правило, процентов 70 девочек, процентов 30 мальчиков. Мы, кстати, так, по-моему, и не посчитали, какое у нас количество, но по ощущениям это было равное количество мальчиков и девочек. Если есть перевес, то он несущественный абсолютно. И мальчишки невероятно одаренные. Мы набрали группы от 7 до 14 лет, причем у нас группы смешанные, мы набрали их по расписанию, прежде всего, удобно для первых смен, для вторых смен. Вот, группы разношерстные, но потихонечку они знакомятся друг с другом. Старшие подтягивают младших, эти понимают младшие, что тоже тут не одно баловство, глядя на старших, понимают, что все-таки они должны получать какие-то знания. И вот у нас, можно сказать, состоялось после набора родительское собрание, и в понедельник состоялись первые занятия в студии. Про занятия сейчас отдельно расскажешь, потому что это какие-то тренинги, да, насколько я знаю, это очень интересно. Егор, расскажи, пожалуйста, ты уже определился, ты хочешь стать артистом, когда вырастешь? Ты чего пришел-то в студию? Ну, дело в том, что я еще хожу на отдельные тренировки в кружки, на танцы, на вокал, и еще в горную лыжу, в горнолыжку. Потрясающе! Так как ты все успеваешь? После школы на танцы к трём, к пяти, к четырём, на горную лыжу только к четырём еще надо. Расскажи, как тебе вообще первые занятия, первый тренинг? Вообще ты себя актером видишь в будущем или ты себя горным мыжником видишь все-таки больше кем? Актером. Актером. А ты советовался с родителями, с бабушкой, может быть, кто-то тебе сказал, что, Егор, а давай-ка в театральную студию, или ты сам изъявил желание? Честно, у меня никакого желания не было, просто не представлял, что я поступлю в театр. Но пришел и справился, да? Да. Как ты готовился, расскажи. Ну, у меня на вокале мы очень хорошие песни учим, на танцах движение к этим песням проделываем. Денис говорит, ты про кошку читал стихотворение. Может быть, кусочек сейчас прочитаешь нам? Ну, я только второй очень смешной стишок, ну, отрывочек расскажу. Ну, давай. У меня пропала кошка, а зовут ее матрешка. Почему она сбежала? Я же ее не обижала. Только помню, как-то раз смыла кошка в унитаз. Но пока вода бежала, я ее за хвост держала. Это небольшое, что ты растишься, их там было что-то восемь. Вас сразило, да, видимо? Мы упали. Еще хочу добавить, то, что опять же мы, ну, я сегодня только, наверное, в превосходной степени могу говорить про детей, это абсолютно искренне. Мы были поражены, и спасибо родителям, пользуясь случаем сказать, всех этих детей, с какими вокальными данными пришли дети. Просто хоть мюзикл с ними стоит. То есть нам они дали такую почву для размышлений сейчас, для работы. Есть невероятно поющие дети просто, и мальчишки поют так, что у нас мороз по коже. Я делал в свое время, работая с детьми, композицию, посвященную 70-летию Победы. Некоторые ребята натолкнули нас, что мы, может, Дню Победы что-то сделаем. Потому что приходили ребята, которые так читали стихи, что, знаешь, вот мне бы привели ребенка и сказали бы, помогите, вот мы хотим что-то, может быть, не так. У нас, у взрослых артистов, мурашки по коже бежали, как дети читали военные стихи. Есть дети, которые играют на музыкальных инструментах, барабаны, пианино, флейта, гитара, на чем только негатив. Мы сейчас просто по-хорошему вот кипим от того, что нам сделать такого, чтобы максимально дать всем этим детям себя проявить и максимально всех показать. Сейчас, естественно, мы начали, мы выстраиваем в вертикале определенные образования, да, не сумбурб. То есть у нас, если мы не можем встречаться, то после каждого занятия у нас телефонная летучка. Мы технические какие-то вопросы выясняем, да, там, допустим, нам нужен магнитофон на пластику, да, или там какие-то специальные колонки. Да, сейчас будем это технические какие-то вещи улаживать. Ну и что касается актерского мастерства, мы делимся опытом, вот здесь было интереснее, да, мы оговариваем, чтобы, так как педагоги у нас не закреплены за группами, они будут, педагоги, приходить в разные группы. Да, чтобы дети максимально могли получить от каждого педагога, а не от одного по максимуму. И чтобы педагог, приходя, да, не начинал что-то новое, а в уже пройденном открывал для детей какие-то новые грани, то есть чтобы мы разговаривали все с ними на одном языке. Этого мы стараемся добиться, и у нас, говорю, пока после каждого занятия летучки, и мы планируем как минимум раз в неделю собираться и оговаривать кого-то, отмечать детей. Ну и сейчас, мы думали, месяц мы будем заниматься с ними тренингами, они настолько готовы оказались, что мы понимаем, что им уже, у них энергия кипит, им хочется дальше. И уже, вот пока, уже на следующее занятие, пока, пускай для них это будет секретом, мы уже займемся с ними не только тренингами, но и дадим немножко попробовать себя в деле. Но это будет на следующем занятии. Маша, хочется в дело? Расскажи, как ты к этому... Прости, Маша больше всех, она на первом занятии. Денис Владимирович, а мы будем делать сегодня этюды? Я говорю, Маша, какие этюды? Я говорю, ты о чем говоришь? Я мне 10 лет в 12 уже в театре служу, я до сих пор не знаю, как их делать, а я вам дети кипитом заставляю. Маша, тертый калач просто, уже не первый раз и не первый день. Маша, как впечатление? И как ты тоже готовилась, расскажи, потому что всех ребят ты знаешь, но тем не менее, тебя же не могли взять просто потому, что у тебя фамилия правильная, правильно же говорю, да? Тебе нужно было себя проявлять? Ну, когда я пришла на кастинг, я пришла с маленьким стихом, потом еще спела песню и все. Когда я очень долго ждала, когда начнутся занятия, я пришла на занятия в понедельник, в первый раз. Были очень добрые, хорошие ребята, отзывчивые. Все очень дружелюбные. И первый урок был очень интересный, потому что у нас были тренинги, и мы развивали свою память. Вот так? Да. И память, и внимание, и фантазию. Вот это сейчас самое главное направление, развить в детях вот эти вот три компонента. Вообще, еще что касается Маши, хочу сказать. Естественно, мы понимали, что мы не берем готовых артистов. Мы брали детей, в которых главное, ну, как для себя определить, да, чтобы там искорка была, чтобы было самое главное. Машу, конечно, мы знали и видели по работам на сцене, включая в драмтеатре, и вообще с детства ее наблюдали, конечно же. Ну да, Маша-то уже на сцену ходила. Но никаких поблажек, я честно скажу, не было. Мы всех брали на общих основаниях, и Маша пришла и абсолютно без какого-то понебратства отчитала очень хорошо. Принесла с собой колонку, еще и спела нам как надо там, и станцевала, и просто не оставила никаких вопросов. Естественно, мы... Никакого блата не было ни у кого. Это я могу сказать абсолютно со стопроцентной гарантией. Ни у кого не было блата. Ну хорошо, ладно, верим. Маш, еще скажи мне, пожалуйста, вот есть ли у тебя какие-то актерские амбиции, да, и когда ты задавала вопрос, будем ли этюды делать, ты уже что-то есть у тебя внутри желание, что вот это хочу там сыграть, вот в таком спектакле поучаствовать, или как? Ну, пока мыслей о спектакле полноценном еще не было, то есть какие-то маленькие отрывки, какие-то этюды, истории. Это было интересно бы сделать со всеми ребятами, которые там есть. Думаю, если работать, то все получится. Это правильно. Кстати, у нас еще и теоретическая база будет, мы готовим, очень интересная для ребят, потому что опыт уже есть, и они на самом деле, ну, многим, наверное, не надо это детям. Надо, и по практике по своей я скажу. Я читал, детям занимаюсь, я читал им Михаила Чехова. У него есть выдержки, что касается внимания, у него есть потрясающие упражнения, и им все это понятно, для них, у него потрясающая есть глава, как нужно концентрировать внимание. Если ты концентрируешь внимание, пробуждается и фантазия, и все, на примере спичечного коробка. Он говорит, ну, спичечный коробок в обычной жизни, мы же не замечаем, это такой обычный предмет обихода, но если взять в свои руки этот спичечный коробок и просто усилием воли сконцентрировать на нем свое внимание, он становится невероятно интересным предметом, как он устроен, побудется фантазия, и вот очень доступным, понятным языком написано, и мы обязательно будем читать, я уже в свое время, когда преподавал, детям читал это, и будем читать детям, и я очень надеюсь, пока говорю, и родители довольны, им все очень нравится, и надеюсь, что дальше нам будет еще интереснее, и они будут дальше еще дружить, и планы, говорю, планы грандиозные у нас. — Хочу, чтобы ты рассказал еще о педагогах, которые вот пять человек сейчас есть, потому что вы не актеры одного театра, да, это педагоги даже из разных театров, и мне кажется, что это, наверное, хорошо, да, в данном контексте. — Да. — Вот, расскажи, кто это, чем они отличительны? — Ну, вот я могу сказать, что педагогов набирал я прежде всего по одинаково мыслью, если так можно выразиться, по ощущению театра, по ощущению того, что должно быть в нашей студии, прежде всего, конечно, но и плюс ко всему, что педагоги должны быть разные, потому что я помню прекрасно свой театральный вуз, да, и приходили абсолютно разные педагоги, и было так интересно от каждого брать что-то свое. Помимо педагогов, значит, ну, мой близкий друг и соратник, который везде со мной и всюду, и мы, ну, действительно, вот, это Петр Жуйков, артист театра драмы, Олечка Ламинская, замечательная актриса театра «Самарт», с которой мы познакомились в свое время, работая в спектакле и вместе преподавали в студии, значит, детской тоже, откуда ушли, не будем уж называть, наверное, ни названия, ничего, вот, и, в принципе, она, она тоже у истоков этой студии была, потому что, уходя, мы начали планировать, что мы создадим, я говорил уже в твоих эфирах, что мы создадим в своей студии год мы созванивались, решали какие-то вопросы, как это лучше сделать, постоянно были на связи, разговаривали, и в какой-то момент, наконец-то, я позвонил, Оля обрадовал, говорю, помещение найдено, все, набираем детей, откладывать больше не будем, и Олечка, Оля на себя взяла, так как она, прежде всего, девушка, взяла на себя самый главный груз административной работы, потому что я физически все не успеваю, вот, опять и никогда особых... Организаторских способностей? Нет, не тоже организаторских способностей, администраторских. Желание к этому особо, он все может сделать, но желание как-то особо он не проявлял, а Оля, я уверен, и уже она все делает точечко, четко, по расписанию, она координирует полностью всю работу, плюс является замечательным педагогом и замечательной актрисой. Вот, педагога по вокалу мы тоже притянули, значит, и из той студии с собой, это Ярослава, вот, тоже она начала уже заниматься с вокалом, с детьми. И, что касается пластики, я хотел и разговаривал с Пашей Самохваловым, известным в городе Самаре, и хореографом, и педагогом, и который со мной уже не в одном проекте работал, но, так как у Паши тоже со временем очень большие трудности, он порекомендовал нам свою ученицу, Катю Кудасову, выпускницу Самарской государственной академии Пашиной ученицы, и мы так порешали, что Паша все-таки, наверное, в свободное время будет приходить, каким-то образом давать свои мастер-классы, ну и, конечно же, подключиться уже на этапе, когда мы будем делать какую-то большую работу, делать спектакли. Вот, и с Катей, я говорю, ты не будешь ревностно относиться, что Паша? Он говорит, ой, ты что, это педагог мой, я только буду... Вот, поэтому сейчас, говорю, сейчас только начинаем еще знакомиться, но уже пишут и звонят, мы там по силу разных причин не смогли прийти на прослушивание, и вот, а можно ли мы хоть, и вот мы узнали, у нас там сходили к вам на занятия дети под таким впечатлением, можно мы тоже придем волевым решением просто, и не только мне звонят, и Оля мне звонит, мне тут позвонили, там, и Петя говорил, я говорю, ребят, все, волевым решением мы принимаем сейчас, значит, мы больше никого не набираем, потому что мы и так набрали, мы думали, наберем группу человек 30, мы набрали почти 40 человек, по-моему, 40 или 39, по 13 человек у нас, да, получилось. Вот, сейчас месяц мы наладим систему, отладим расписание, все технические моменты учтем, и через месяц, возможно, кто-то в силу разных причин, потому что Егор ездит у нас, между прочим, с красной глинки заниматься. Ой-ой-ой, не ближний, да, свет. Вот, мы прекрасно понимаем, что транспортная логистика, может быть, не всем будет позволять со временем все интересы учитывать, все, что угодно может быть, возможно, кто-то не сможет ходить, поэтому мы взяли сейчас месяц на то, чтобы всю систему отладить, и потом, вот, говорю, возможно, наймем еще одного педагога, возьмем свой педагогический штат, и наберем еще одну группу, потому что желающих прибавляется, и это очень приятно. Слушайте, желающие, желающие и могущие, что в школе-то вам рассказали, когда вы сказали, что там друзьям, одноклассникам, что вы теперь ученики театральной студии, подружки Маш, что сказали? Ну, они... Ну, что скромничаешь? Ну, ты с гордостью сказала, что ты в такой театральной студии? Я даже об этом, ну, не говорила. Как же так, надо было сказать же, конечно, Егор, а ты сказал? Нет. А чего хвастаться? Что скрывают, что скрывают-то все? Правильно, правильно, никакой звездной болезни у нас нету, никакого тщеславия у нас нету, она у нас проявляется в нужных местах, на сцене, правильно, когда это нужно. А в жизни чего хвастаться ходить? Хвастаться пока еще нечем, у нас мы только начинаем работу, никаких не достижений, и я никому не говорил, своих друзей никому не хвастался, что столько замечательных детей набрали, только вот сегодня здесь говорю. Слушай, у меня еще такой вопрос. Все равно театральных каких-то творческих студий, ну, их много, да, что скрывать по всяким разным направлениям и так далее, и спектакли там внутри ставятся и так далее, но большая часть из этого все равно, ну, такая как бы хорошая творческая детская самодеятельность. Насколько я понимаю, да, насколько мы разговаривали, что вы все-таки, ну, замахнулись на какое-то более-менее профессиональное понимание детского театра, да, потому что и весь педагогический состав это профессиональные актеры, а не действующие актеры, а не там педагоги художественной школы, да, так скажем, это не исключительно там хореографы и фортепиано. Вот, то есть как вы себе это представляете, как вы будете идти к тому, что это будет не самодеятельность, а все-таки профессиональные, пусть и детские, но профессиональные театры? Ну, во-первых, во-первых, идея состоит в том, чтобы играли не только дети, но играли, то есть у нас есть творческие проекты, да, есть спектакли, я уже, опять же, рассказывал, разные проекты нашего творческого союза «Мы театр». Это одно из его крылышек, сейчас детское, самое маленькое. И наравне с детьми, я говорю, мы будем давать им теоретическую базу в интересной форме все это, в игровой форме. Они будут получать знания, которые получают, в принципе, студенты театральных вузов, потому что, ну, мы, нас учили по школе, и, в принципе, ничего другого мы не знаем, да, естественно, мы свои знания расширяли, и сейчас все это хотим дать детям. Что будет отличаться, чем принципиально будет отличаться точно от, наверное, других студий, наша студия, помимо всего вышеперечисленного, это то, что ребята пока еще сами не знают и не понимают. Всем хочется же, приходят, мы будем играть главные роли, тут принцесс мы будем играть, мы будем играть принцев, ничего подобного и близко не будет. Моя, как бы, главная идея, да, когда я занимался с детьми, когда меня приглашали ставить в школах, там, в классах, принципиально было, что участвуют все, то есть я не набирал там детей по ролям, а остальные там где-то в массовке побегаете. У меня были заняты все. Я объяснял детям, что на сцене всегда был весь класс, всегда был. Просто я им объяснял, что в силу, это у нас же не студия был набор, да, в обычной школе могут учиться с разным уровнем творческой подготовки, прежде всего, дети. Вот. Я объяснял, что есть кто, у кого просто голос громче, да, не позволяет там, ему я дам индивидуальный текст, а вас мне проще поставить в пару, чтобы вас было слышно, чтобы не было звукового баланса. Но все всегда были заняты дети. Они трансформировались, там, вот мы ставили Чуковского, допустим, там, и они были и лесом, и кустами, то есть они были и живой декорацией, спектакль, который будет рождаться в пластике, то есть не будет такого, что вышла принцесса, сказала, тогда потом принц прискакал там на чем-то. Они все будут на сцене, так или иначе. И мы делали, есть идея там, под того же Айболита, когда из, ну, мы уже обсуждаем, начинаем, небольшие тайны рассказывают, да, где птица, на которой летит Айболита, огромная. Вот мы сейчас придумываем, как это делать. Это будут тоже все дети. Все будет решаться через куклы. Они будут и петь, и танцевать, и учиться чуть позже. Поэтому мы дозированно даем обращаться с куклами. У нас есть потрясающая Катя Кукулинца, еще один из проектов Му-театра. Кто заследит за социальными сетями, мы делаем сейчас интерактивные кукольные спектакли, даже кукольные тренинги. И это будем давать и студийцам. Просто сейчас не хотим заваливать их слишком большим объемом информации. Даем им все дозировано и постепенно. И постепенно они будут... По-разному будем развивать. Но единственное, они все будут заняты, так или иначе. Естественно, опять же, в силу вокальных данных. Кто-то будет петь, допустим, в хоре, мы понимаем, а кто-то, извините, ходит с детства и занимается голосом. Притом, что развивать их педагог будет всех. У кого-то будут сольные партии, у кого-то... Но не будет такого, что одни дети бегают вот там, а другие вот здесь. Они все будут играть по принципам, на мой взгляд, правильного театра. Сегодня ты, когда мы делали вечер Монастырского Петра Львовича, много интересного услышали. Он всегда давал шанс. Сегодня ты играешь главную роль, завтра ты, извини меня, постой, будь добр салибандой. Выйди кушать подано. Поэтому, чтобы не было у детей никаких обид, и не было никакого нездорового соперничества, пускай оно будет только в творчестве у них. Ну и мы прекрасно понимаем, что дети, как никто, подвержены этим ужасным вирусом, который сейчас, и не дай бог, кто-то может заболеть. Поэтому будем страховаться. В пару. В пару, конечно, будем. И всякие у них же дополнительные еще есть. Мы хотим, чтобы они физически и спортивно развивались дальше. Конечно, вот все какие занятые дети у одного Егора. Егор, тебе сколько лет-то? Восемь. Восемь лет? У него пять секций уже он вот только назвал. Мне кажется, еще что-то забыл. Я еще одну секцию забил, я на дополнительный английский хожу. Еще и английский. Денис, это тоже можно использовать, наверное. Да-да-да. Егор, ты чего артистом-то решил стать? Не знаю. Нравится? Просто пришел и понравилось, да? Да. Не знал, куда идет, родители привели, а это очень приятно. Маш, ну у тебя другая немножко история. Ты знаешь, что, как говорится, сам Бог велел. Чем тебе нравится эта профессия? Почему ты, я так понимаю, ты хочешь связать свою жизнь, да, в будущем или нет? С, именно с... С актерской профессией? Нет. Ну-ка, расскажи скорее. Просто я еще хожу в телестудию «Товарищ», и меня это очень заинтересовало. И я теперь хочу стать телеведущей. Ну так одно другому не мешает? Ну, все равно предпочитаю больше телеведущую. То есть это моя будущая коллега, да, Денис? Журналистика, да. Не твоя, а моя. На самом деле мы не готовим, у нас нет цели подготовить профессиональных артистов, что вот сто процентов ученики нашей студии должны поступать в театральные вузы, становиться артистами. Если кто-то решит связать свою судьбу, наша главная задача с этой профессией, да, наша главная задача объяснить детям, что это не... Чтобы они потом не разочаровались, что это не вот нелегкая профессия, где ты каждый день выходишь, получаешь овации и цветы, что это кропотливый труд, что текст нужно учить, что это невероятная сложная профессия. Мы должны им это объяснить и прежде всего развить детей творчески, развить из них полноценных, ярких членов нашего общества, нашего будущего. Вот и все. Время наше, к сожалению, закончилось. Спасибо вам огромное, что пришли. Я думаю, что все планы по развитию творческих этих прекрасных личностей сбудутся. Ребята, вам удачи. Зовите на первый спектакль, который у вас получится. Обязательно. Со зрителем прощаюсь до следующей пятницы. Проведите выходные. Используюсь с удовольствием. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин